В эфире информационная правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Пенсионер вынес из горящего дома двухлетнего ребёнка. Мужчина убил соседа кочергой. В ближайшие годы на всех автомобильных подъездах Гомелю появятся кольцевые развязки. Рейд под названием «Уступи дорогу спецтранспорту» провели в Гомеле. Не переключайтесь, впереди главные происшествия и события недели. Вышедший несколько лет назад на пенсию работник МЧС спас из горящего дома двухлетнего ребёнка и его мать. Драматические события развивались в Речице в минувшую субботу и могли закончиться весьма печально. Утром 12 марта по улице Гагарина районного центра предположительно из-за проблем с печным отоплением загорелся дом, где проживала 25-летняя девушка вместе с двухлетней дочерью и своими родителями. Старшие ушли в гости, а молодая мать с ребёнком прилегла и уснула. Пенсионер МЧС Эдуард Дейкун, проезжая по улице, увидел горящую кровлю дома. Ни минуты не колеблясь, он бросился во двор, выбил входную дверь и попал внутрь. Пенсионер МЧС обнаружил загорание жилого дома, быстро сориентировался, вбежал в горящий дом, разбудил молодую мать и её двухлетнюю девочку, которую вынес на руках. Чрезвычайное происшествие в Речице только благодаря счастливой случайности закончилось относительно благополучно. Хотя дом для дальнейшего проживания непригоден, но люди остались живы. Чего нельзя сказать о двух жителях деревень Боровая Будда и Выношевка Кармянского района. Жители города Турово и горожане не из областного центра. Все они погибли на пожарах, возникших по разным причинам в минувшие выходные. Шанс остаться в живых при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций всё-таки есть. Если бы домовладения, в которых произошли пожары, были оборудованы автономными пожарными извещателями, трагедии удалось бы избежать. Гомельчанину, проживавшему по улице Чечерской, извещатель был не нужен. Как и в 80% подобных случаев. Он злоупотреблял спиртным и любил покурить в постели. В ночь на понедельник он выкурил свою последнюю сигарету. Совместное распитие спиртных напитков с соседом закончилось для хозяина частного дома в Житковичах трагически. В ходе внезапно возникшей ссоры пенсионер был сильно избит и скончался от кровоизлияния в мозг. Орудием его убийства послужила кочерга. В полдень 11 марта в милицию обратился 48-летний сосед погибшего. Он сообщил, что зашел проверить своего знакомого и обнаружил его мертвым. Следственная оперативная группа на месте происшествия осмотрела труп и изъяла найденные образцы следов пальцев рук на разломанной, предположительно в ходе борьбы, мебели. Не первый год зная заявителя, а он не раз привлекался к административной ответственности и отбывал наказание за покушение на убийство, первые подозрения пали на него самого. Сверив найденные следы пальцев рук с имеющейся у экспертов Государственного комитета судебных экспертиз дактилокартой, подозрения следователей и оперативников подтвердились. Отпечатки пальцев полностью совпадали. Проведя обыск, в доме подозреваемого правоохранители нашли окровавленную одежду и другие улики, подтверждающие его непосредственное участие в убийстве. Отпираться было бессмысленно. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что 11 марта примерно в половине второго ночи в Житковичах в частном доме между двумя соседями, которые распивали спиртные напитки, произошел конфликт. В ходе ссоры гость принялся избивать хозяина дома. Он наносил ему многочисленные удары ногами и кочергой по телу. После избиения мужчина вернулся к себе домой. По словам подозреваемого, на следующий день, примерно около полудня, он вернулся в дом к своему соседу для того, чтобы его проведать. И увидев мертвого мужчину, обратился в милицию. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В ближайшее время к нему будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае признания его виновным в совершении преступления, мужчине грозит от 8 до 25 лет лишения свободы. В Беларуси продолжается реализация проекта «Би-сейф. Быть безопасным». В его рамках специалисты из Италии дают практические рекомендации по организации дорожного движения и читают лекции для инспекторов ДПС, а также водителей и пешеходов. О том, как этот проект реализуется в Гомеле, что сделано в областном центре и как к этому опыту относятся сотрудники ГАИ в нашем следующем материале. Проект «Би-сейф. Быть безопасным», который финансируется Европейским Союзом, направлен на совершенствование безопасности дорожного движения в Беларуси. Это как теоретическая подготовка, так и практические рекомендации. Теоретическая – это лекции. Водители и пешеходов, магистрантов Белорусского государственного университета транспорта обучают европейским наработкам в плане безопасности дорожного движения. И если водители и пешеходы просто получают дополнительные знания, то магистранты будут непосредственно применять европейский опыт на практике. Четыре года назад здесь была открыта кафедра организации дорожного движения. Ее выпускники работают в ГАИ и являются аттестованными сотрудниками. У них есть интересная идея, допустим, которая связана, если у нас перед пешеходными переходами или вообще на пешеходных переходах стали делать искусственную неровность, у них, допустим, есть интересный момент. У них, как бы сказать, так грамотно. На дорогах рисуют, получается, 3D-рисунки. То есть, допустим, ямочность искусственного дела. На самом деле это ровная дорога с ровной поверхностью. То есть, в зоне, когда водитель едет, он видит яму. Соответственно, он будет снижать скорость. И беспрепятственно приедет. То есть, как вариант, попробовать, почему нет. Пока это только идея. На практике в Гомеле используются другие наработки. Это, например, кольцевые развязки и расширение улицы Кирова. Анализ показывает, что с октября прошлого года здесь не было ни одного ДТП, в котором бы погибли люди. Если мы говорим об инфраструктуре, то мы говорим о том, чтобы сократить скорость движения транспортных средств на дорогах, тем самым сохраняя жизнь уязвимым участникам дорожного движения. То есть, в частности, пешеходам. Как говорят специалисты, этим есть смысл заниматься, даже когда количество дорожно-транспортных происшествий не снизится. Акцент делается на уменьшении тяжести их последствий. И этот опыт признан положительным. С учетом европейского опыта мы хотим внести предложение в областной исполнительный комитет по организации дорожного движения по улице Советской, по улице Ильича и также по проспекту Реческа. В первую очередь это расширение проезжей части до четырех полос, а также организации круговых развязок. И не только в городе. В ближайшие годы движение на проблемных пересечениях в Гомеле организуют по круговому принципу. Кольцевые развязки появятся на всех подъездах к областному центру. Первыми в очереди трассы Санкт-Петербург-Одесса и Брест-Брянск. Проект БиСейв пришел в Беларусь несколько лет тому. Кроме нашей страны, он также реализуется в Англии, Италии и Греции. И на эти цели бюджетом Европейского Союза предусмотрено не менее чем полтора миллиона евро. Совместный рейд под названием «Уступи дорогу спецтранспорту» провели в Гомеле сотрудники ГАИ и МЧС. За время рейда был выявлен ряд нарушений со стороны водителей, которые были оштрафованы. Проведение подобных акций связано с тем, что препятствия в движении пожарной аварийной техники не являются исключением. Часто водители не обращают внимания на проблесковые маячки, стараясь в любом случае проехать первыми. Многие даже не пытались остановить свои машины, не думая о том, что задержка в пути может стоить кому-то своего имущества или жизни. Даже вот за прошлый год было два ДТП, связанные именно с непропуском пожарной аварийной техники. Ну, если в случае ДТП, случается ДТП, естественно, машина прекращает следование к месту трагедии, высылается дополнительная техника. А это все время, которое могло быть потрачено на тушение пожара, спасение жизни, оно, к сожалению, теряется. За время проведения рейда под названием «Уступи дорогу спецтранспорту», а это заняло лишь полчаса, было оштрафовано 10 водителей, которые не уступили дорогу или не прекратили полностью движение. Акция показала, что не лишним будет напомнить водителям и другим участникам дорожного движения основные правила и ответственность за их несоблюдение. Согласно пунктам правил 26, водители при виде автомобиля с приближающими исключенными маячками синего цвета обязаны уступить дорогу, а при виде автомобиля с исключенными маячками красного и синего цвета обеспечить беспрятственный проезд. Наказание за данное правонарушение составляет от 2 до 10 базовых, либо лишение права управления на срок 1 год. Украл деньги, которые мазыряне собирали на лечение больных детей. Молодой и безработный человек из Калинковичи опустошил ящик для пожертвования местного фонда «Объединяя сердца». На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленник на глазах посетителей, нисколько не смущаясь, выносит благотворительную копилку в форме сердца из торгового центра «Глобал Маркет». Недалеко от центрального входа ногой разбивает стекло и забирает деньги чуть более 200 тысяч. Грабителя задержали сотрудники охраны. Теперь это видео – прямое доказательство вины молодого человека. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания. По словам подозреваемого, у него не было денег добраться до родных Калинковичей, поэтому и решился на преступление. Не так давно ящик для пожертвований инвалидов-колясочников был украден из торгового центра «Молодежный». Следователи проверили молодого человека на причастность и к этому факту, но пришли к выводу, что это дело рук другого злоумышленника. Его поисками сейчас занимаются милиционеры. Ранее судимый житель города Калинковича, находясь в торговом центре города Мозеря «Глобал Маркет», с целью завладения денежными средствами, похитил ящик-копилку, принадлежащий местному благодарительному фонду «Объединяя сердца», после чего присвоил похищенное и распорядился им по своему усмотрению. Однако вскоре был задержан одним из сотрудников торгового центра. В Гомеле состоялся седьмой юношеский турнир по вольной борьбе, посвященный Дню Белорусской милиции и памяти погибших милиционеров полка патрульно-постовой службы Гомельского УВД Константина Борисенко и Эдуарда Серегина. Почтить память своих боевых друзей прибыли и сотрудники отряда милиции особого назначения полка ППСМ УВД обл. исполкома во главе с командиром роты подполковником милиции Евгением Годлевским. В этот день букеты цветов и подарочные наборы были вручены присутствующим на мероприятии матери и вдове Эдуарда Серегина, Наталье Михайловне и Людмиле Алексеевне, а также вдове Константина Борисенко Светлане. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Минска, Мозыря, Речицы, Кормы, Будокошелёва, Чечерска и, конечно же, Гомеля. Причём в трёх из них приняли участие и девушки. После окончания соревнований в зале вольной борьбы состоялась церемония награждения победителей и призёров в 16 весовых категориях. Победителями стали Виктория Волк, Арина Мартынова, Влада Кудина, Турал Мукаев, Александр Позняк, Егор Рудавский, Вадим Дребенков, Владислав и Анатолий Громыко, Никита Демченко, Анатолий Герасимчук, Вадим Шутов, Ростислав Сороковик, Владислав Щука, Илья Назаренко и Александр Волчик. Хочу поздравить всех участников соревнований, молодых подрастающих поколений и пожелать всем крепкого здоровья, успехов на достигнутом не останавливаться, мира, добра и процветания. И этот день, турнир, посвященный погибшим милиционерам, это большая честь, оказанная не только нашим детям погибшим, а также и нам. Спасибо большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»